Здравствуйте! В сегодняшнем ролике мы расскажем вам о Тамандуа. Тамандуа или четырехпалый муравьед и мексиканский Тамандуа являются близкими родственниками карликового и гигантского муравьедов. Ареал обоих видов Тамандуа частично совпадает с ареалом гигантского муравьеда, простираясь от юга Мексики до Парагвая и северной части Аргентины. Мексиканский Тамандуа живет также и на Тринидаде. У особей обоих видов Тамандуа густая жесткая шерсть преимущественно бежевого цвета. У мексиканского Тамандуа на спине черное пятно, контуры которого напоминают седло, оно достигает шеи и плеч. Цвет шерсти Тамандуа зависит от места обитания, однако везде преобладают животные светлые песочные окраски. Черные или темно-бурые Тамандуа встречаются в Перу, в эквадорских предгорьях Ант и в дельте Амазонки. Хвост Тамандуа длинный, конец хвоста оголенный, покрыт чешуйками. Этим хвост Тамандуа не похож на хвост гигантского муравьеда. Во время лазания по деревьям он играет роль пятой конечности. Язык у Тамандуа длиной до 40 сантиметров. Все Тамандуа без зубы и пищу собирают липким, снабженным мелкими крючочками языком. Два вида Тамандуа обитают в основном на лесных опушках и в поросших лесах южноамериканских саваннах. Их также можно встретить в пампе, в зарослях колючих кустарников, горных и равнинных тропических лесах. Тамандуа обычно поселяются на деревьях с дуплистыми стволами. Они ведут частично древесный, частично наземный образ жизни. Эти животные активны ночью. Они держатся поодиночке. Древесные муравьеды выдают свое присутствие особыми шипящими звуками и едкой отпугивающей врагов вонью. У Тамандуа сильные конечности. Они не приспособлены для выполнения какого-то определенного вида работы. Но с разрушением гнезд насекомых справляются отлично. Тамандуа разоряет муравейники, термитники и гнезда диких пчел. При встрече с конкурентом или человеком Тамандуа яростно обороняется. Он принимает устойчивую вертикальную позу, стоя на задних лапах и опираясь на хвост. При этом животное широко расставляет лапы. Тамандуа не обхватывает врага лапами, как это делает медведь, а с невероятной силой защемляет когтями все, до чего может дотянуться, нанося врагу глубокие раны. О размножении Тамандуа ученым до сих пор доступны немногочисленные сведения. Врачный сезон животных приходится на осень, а через 6 месяцев самки рождают по одному детенышу. Отправляясь на поиски пищи, самка Тамандуа иногда оставляет детеныша на ветке и возвращается к нему только после сытного обеда. Тамандуа питаются мелкими насекомыми, такими как муравьи и термиты, иногда пчелами и медом. Тамандуа выходит на кормежку ночью. Они лазают по деревьям, опираясь на длинный хвост. Гнезда насекомых они находят при помощи великолепно развитого обоняния. Обнаружив муравейник или термитник, животное рушит его стены мощными ударами лап, оканчивающихся серповидно изогнутыми когтями. Затем собирает насекомых липким языком. Муравьи пытаются обороняться от хищника, нападая на него и покрывая с ног до головы несколькими слоями. От их нападок Тамандуа защищает толстая кожа с густым волосяным покровом. Своим длинным языком Тамандуа достает из разрушенного гнезда насекомых и их личинки. В желудках этих животных обнаруживают 500 грамм и более беспозвоночных. После окончания трапезы Тамандуа, катаясь по земле, стряхивает с себя насекомых. При сильном возбуждении Тамандуа испускают сильную вонь, поэтому местные жители называют их лесными вонючками. Тамандуа целый день спят на деревьях, окраска их шерсти совпадает с цветом коры, поэтому животные хорошо укрыты от врагов. Температура тела Тамандуа около 32,7 градусов. Численность Тамандуа сокращается вследствие загрязнения окружающей среды. Оба вида Тамандуа включены в список Вашингтонской конвенции. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, оценивайте ролик и оставляйте к нему комментарии. Впереди еще много интересного!